Подпишись на канал прямо сейчас. Шалом, братья казаки, до связи Мыш Продакшн, в эфире Мыш Ньюз, Метютка сегодня работает для вас в студии, добро пожаловать в 9 эпизод Мыш Ньюз, и вот как-то так. В этом выпуске поговорим о рассекреченном салоне первого электрокара от Porsche Taycan, об свеженьких утечках нового iPhone 11, ну как же без этого, об тизере нового лимитированного гиперкара от Lamborghini, о первом аналоге AirPower от компании Zens и еще немножко о новой Audi RS6 Avant. В общем-то, подричьми за новость и погнали. Porsche рассекретили дизайн салона своего первого электрокара Taycan. Выглядит все это вот так вот и вот так вот. Как говорит Porsche, при разработке салона Taycan они вдохновлялись дизайном салона первого 911, который выглядит вот так вот, согласитесь, что-то общее между салоном Taycan и салоном 911 есть. Из интересных фишечек Taycan это встроенный голосовой ассистент, который откликается на фразу «Эй, Порше!», то есть это как «Привет, ***», только не совсем. Еще Porsche объявила о полной интеграции сервиса Apple Music в мультимедийную систему, то есть это первый автомобиль с такой возможностью. А еще при покупке самого Taycan вам в подарок дают 6 месяцев подписки на Apple Music и 3 года бесплатного мобильного интернета, что как бы довольно-таки хорошая полезная штука. Метютка одобряет. И еще пару слов про сам Taycan. Мощность должна превышать 600 лошадиных сил, разгон до стан должен быть менее 3,5 секунд, максималочка должна превышать 250 км в час и пробег на одном заряде должен быть где-то в районе 500 км. А заряд батареи от 0 до 80% должен проходить за 15 минут, что как бы хорошо. Так и должно быть, что бензиновый автомобиль ты можешь быстренько себе заправить и поехать дальше, а электрокару обычно нужно долго заряжать. А так, если вся эта радость длится 15 минут, то электрокар обретает смысл. Собственно, вот такие дела. Наш любимый производитель чехлов Аликсар в очередной раз слил фотографии чехлов от новых айфонов и в этот раз в сеть попали фотографии чехлов от новых айфон 11 Pro Max. Выглядит все это вот так вот и на задней панели вы можете сосерцать все тот же квадратный блок камеры, который стал чуть-чуть более округлым и как по мне стал более симпатичным и приближенным к его серийному виду. Еще на задней панели вы можете наблюдать вот такой вот кармашек, в котором засунут Apple Pencil и справедливо можете меня спросить, что это такое? А я вам отвечу, в новых айфон 11 Pro и Pro Max будет поддержка Apple Pencilа. Приехали, блин, называется. Хоть Стив Джобс и был против такого решения, говорил, что телефону нужно управлять пальцами, а не вот этими вот палками, тыкалками и прочей фигней, Apple решили сделать иначе и добавить поддержку Pencilа в айфон. Как-то же все-таки деньги нужно зарабатывать, да, Apple? В Lamborghini опубликовали тизер своего нового лимитированного гиперкара под кодовым названием LB48H. И что-то очень сильно он не напоминает их концепт-кар Terza Millenio, который выглядит вот так вот. Может быть это его серийная версия? Посмотрим. Его уже представили год назад на закрытой презентации для клиентов. Под капотом будет установлен Lamborghini 6-литровый V12 и несколько электромоторов. То есть на этой модели Lamborghini будет обкатывать свою гибридную систему, потому что раньше, ну и сейчас у них бензиновые модели, в будущем планируются электрические. И нужно что-то промежуточное, а именно гибрид. Логично, да? Логично. Всего будет выпущено 63 таких автомобиля и каждый будет стоить по 2,5 миллиона бачей. Ждем презентации на франкфуртском автосалоне. Так сказать бы. Компания Zens представила аналог AirPower с 16 индукционными катушками под капотом. Таким образом, данная док-станция способна беспроводным образом заряжать одновременно до двух устройств. Это, конечно, не три, как обещали в AirPower, но у Zens есть свое преимущество, а именно один USB-шник, с помощью которого можно заряжать вообще любые устройства. Существует две версии. Вот такая вот обтянутая серой тканечкой за 140 бачей и вот такая вот прозрачная, самая крутая, за 180 долларов. И вроде бы вот она, идеальная беспроводная док-станция. Ну, как бы да, но лишь бы она не взорвалась от такой нагрузки, потому что мы знаем, из-за чего прикрыли AirPower. Из-за дикого перегрева и возможности детонации, как бы. В общем, надо смотреть живьем. Все, что я могу сейчас сказать. Audi выкатила новое поколение своей RS6. Выглядит все это вот так вот спереди, вот так вот сбоку, вот так вот сзади и вот еще фоточка салона. Под капотом тут установлен 4-х литровый V8 с двумя турбинами мощностью 600 л.с. А это как бы показатель RS6 Performance предыдущего поколения. Это хорошо, глядишь, новый RS6 Performance будет выдавать все 650 л.с. Вот так вот прямо. Разгонная динамика новой RS6 тоже впечатляет. До 100 она едет за 3,6 секунды, а до 200 за 12 секунд. Максимальочка ограничена электроникой на уровне 250 км в час, но есть опция ее сдвига до 280 и 305 км в час. Привет, Бугатти с вашим Чентудьечи, который едет только 380, тогда как Широн едет 420 и у вас нет возможности двинуть ограничитель. Большой вам привет, граждане. Старт продаж намечен на 2020 год, а стоимость пока почему-то не сообщают. Вот так вот. В общем, финальным все это были Мыш-Ньюс на канале Мыш-Продакшн. Для вас работал Метютка. И у меня для вас есть две хорошие новости. Первая так это то, что у нас на канале 100 подписчиков, поэтому спасибо всем и каждому, кто подписался на наш канал. Вы лучшие знаете это, просто живите с этим. И вторая новость это то, что у меня сегодня день рождения, поэтому поздравления принимаю в комментариях, в директе инстаграма, который можете найти там же по ссылкам в описании. А подарки принимаю в виде подписок на канал, естественно, лайков, хороших комментов. И вот как-то так. У меня все.